Здравствуйте, с вами Лидия Сопронова. В этом видео я расскажу об этапах создания такого ободка в технике вышивки бисера. Здесь мы рассмотрим ключевые моменты и более подробно я остановлюсь на плетении оправы для риволи 12 мм и овала 14 на 10 мм, японским бисером и чешскими бусинами Fire Polish. Основа для вышивки у меня моделируемый фетр размером 30 на 5 см, то есть вышивка на ободок планировалась от уха до уха. Деревье я покрасила акриловой краской серебристого цвета для того, чтобы вышивка не просвечивала белым. Далее оплела риволи 12 мм, здесь у меня цвет black diamond, с жемчугом сваровские, беконусы сваровские, вот они здесь 3 мм и беконусы 4 мм. Также здесь японский бисер 11 и 15 размера. Пришила риволи по центру и вышивала вокруг бусинами ранделями 3 мм. Хочу отметить, что вышиваю я вокруг и для того, чтобы была ровная линия, я пользуюсь вот такой чудо-линейкой, для меня она просто незаменимый помощник, вот такая линейка с кругами. Прикладываю, обвожу и уже по линии вышиваю. Здесь пришивала по одной, как всегда, и в конце стягивала, еще раз проходя по всем бусинкам. Далее я планирую здесь расположить риволи 14 мм, только не black diamond, а вот такой вот цвет фиолет, и делаю для него подложку. То есть я вышиваю здесь бусинами 2 мм, это чешские бусины фар полиш, такого синего цвета. Она нужна для того, чтобы поместить сюда кружево. Я буду использовать такие элементы, у меня есть кружевные элементы, такие бабочки. Применение я не нашла, лежат они у меня уже не один год, и я думаю, что здесь я расположу кружево, еще пока не знаю, каким образом оно у меня здесь ляжет. Возможно, я буду использовать только вот это крыло верхнее, как-то вот так вот. А поверх будет располагаться риволи, как-то так это будет выглядеть. Также здесь я планирую уложить вот такие вот темные жемчужинки синего цвета, они здесь 4 мм. Да, и как раз о такой линейке. Чтобы начертить такой круг, неудобно прикладывать линейку, то есть она как-то не ложится, уже пришитый элемент мешает, поэтому я делаю трафарет, прикладываю и уже вышиваю по линии. Стягиваю нить в конце, я пришиваю по одной и стягиваю нить. То есть прохожусь еще раз и стягиваю. Далее я планирую, значит, про этот элемент я рассказала, да, здесь у меня будет кружево с такими риволи. Далее у меня снова пойдет цвет Black Diamond, вот так. Риволи 12 мм. И здесь уже по бокам, где очень хорошо просматривается ободок, то есть он очень виден, расположу, вот такие овалы Black Diamond. Они у меня еще не оплетены, возможно, я покажу, как их оплетать, вот, и в самом конце завершу вышивку вот такими оплетенными риволи 12 мм. Вот такая композиция у меня собирается, а сейчас я могу показать, как оплетать риволи 12 мм вот так вот, с помощью, то есть с использованием вот таких вот бусин Fire Polish. Использую нить Ислон, она у меня черного цвета, нить Ислон АА размер, набираю на иглу 32 бисеринки делики, 32 бисеринки, подвожу к краю, оставляя кончик 15 см и вхожу во всей бисеринке иглой. Стягиваю в кольцо, прохожу в первую бисеринку и, как обычно, плету еще один ряд, мозаичным плетением, таким же бисером. Набираю одну бисеринку, вхожу в бисеринку через одну. Заканчивая этот ряд, ввожу вот в эту бисеринку и сразу в соседнюю, то есть мы поднимаемся на следующий ряд, вот таким образом. Подтягиваем нить и для стяжки нашей оправы следующий ряд плетем бисером 15 размера, здесь я использую вот такой серебристый. Также входим, набираем одну бисеринку и входим в эти выступающие бисерины, вот так. Плетем так весь ряд, при этом стягивая плетение. Завершая этот ряд, входим в последнюю бисеринку этого ряда и поднимаемся на следующий, вот таким образом. Еще один ряд плетем бисеринку 15 размера, только здесь у меня черный. Плетем и стягиваем наше плетение. Проплели этот ряд и выводим иглу вот сюда, на эту сторону, вот так. То есть проходим через бисеринки, подтягиваем нить, вставляем риволи. Вот так. Переворачиваем и плетем изнанку. Здесь нужно проплести два ряда бисером 15 размера. Так как это изнанка и она будет не видна, то есть мы этой стороной пришиваем к основе, здесь можно использовать бисер 15 размера любого цвета. Я, например, часто использую такой вот полупрозрачный бисер, его просто у меня очень много, и вот я использую его здесь. Проплетаем два ряда бисеринка 15 размера, хорошо стягиваем. Также одна бисеринка через одну. Последняя бисеринка этого ряда. Подтягиваем. И выводим иглу по бисеринкам. В этот ряд, видите, самый первый ряд из бисера делики. То есть вот вводим иглу вот в эту бисеринку. То есть самый верхний ряд из делики. Вот сюда. Игла у меня выходит. Набираем одну бисеринку делики. Вводим следующую. Этого же ряда. Вот так. То есть мы плетем поверх нашей оправы. Проходим через соседнюю. Вот так. Набираем снова одну. И входим в следующую. То есть у нас получатся такие вот бисеринки сверху. Вот так видно их. Такие вот бисеринки сверху, как зубчики. Снова входим иглой в центральный ряд. И поднимаемся вот на верхний ряд. Вот так. Набираем еще одну бисеринку. И входим в эту. То есть в следующую этого ряда. Опускаемся на средний ряд. Поднимаемся на верхний снова. Набираем одну. То есть здесь мы бисеринки приплетаем не каждый раз, а через одну. Получаются вот такие зубчики или вершинки. Вот они. Видны их? Вот так. Набираем одну, входим в следующую. Так. Можно сразу пройти в две бисеринки. То есть в эту верхнюю и в среднюю. Подняться в верхнюю. Вот так. Набираем еще одну. Входим в следующую. Таким образом мы получили 8 выступающих бисеринок на плетении, да? На основном плетении. Выводим иглу теперь в одну из выступающих бисеринок по ходу плетения. Подтягиваем нить. И набираем одну бисеринку 15 размера. Здесь у меня черный. Одну бусину Fire Polish 2 мм. Здесь можно использовать не только бисерины Fire Polish 2 мм, а также может быть жемчуг 3 мм, беконус 3 мм. То есть любая бусина 3 мм. Но Fire Polish у него такой размер 2 на 3 мм. 2. Но продается он как 2 мм. То есть вот одна бисеринка 15 размера, бусина и одна бисеринка 15 размера. Вводим в эту выступающую иглу. Вводим в эту выступающую бисеринку. Вот так. Снова набираем бисеринку 15 размера, бусину и бисеринку. Здесь я чередую цвет синий с сиреневым. Так плетем по кругу. Вот так получилось. И нужно теперь пройтись еще раз по последнему ряду, для того, чтобы эти бусины не болтались. На данном этапе у меня вышивка наполовину завершена. Я отказалась от использования такого кружевного элемента и подобрала другое кружево. Оно шириной примерно 2 см. У меня оно тянется, но это не имеет особого значения, поскольку я вырезала просто элемент, то есть круг. Здесь я использовала кружево в два слоя, то есть вырезала два таких кружка. Расположила поверх вышитого круга, прихватила его в нескольких местах стежками и уже поверх него пришивала ривли. Далее у меня идет ривли-блэк-даймонд. Здесь вокруг него вышито жемчугом 4 мм. Между жемчужинами мостики бисерные из 5 бисеринок 15 размера. Этот элемент пришивается совершенно так же, как этот, только он меньшего диаметра. И, соответственно, круг и кружево также меньшего размера. Далее у меня идет овал 14 на 10 мм, блэк-даймонд, вот он у меня. И на его оплетении я остановлюсь подробнее. Для оправы кристалла мы набираем на нить 32 бисерин делика, совершенно так же, как и для ривли 12 мм. То есть все шаги те же самые. То есть лицевая часть оправы плетется, как для ривли 12 мм. То есть 32 бисерин делика в базовом ряду. Замыкаем в круг, плетем один ряд деликой, также 11 размера, и два стягивающих ряда бисером 15 размера. Небольшой нюанс состоит в расположении самого кристалла в оправе. Нужно расположить его таким образом, чтобы центральная ось или середина кристалла, вот здесь она видна, располагалась между двумя бисеринками пятнадцатого размера последнего ряда. Располагаем между двумя бисеринками последнего ряда. У меня здесь последний ряд черные бисеринки. Так, чтобы центр нашего кристалла расположился между двумя черными бисеринками. То есть между двумя бисеринками последнего ряда. Наизнанке это будет выглядеть так. Вот таким образом. Есть две грани этого овала, и как раз на этих гранях будут две бисеринделики. Прижимаем кристалл и плетем два стягивающих ряда бисером 15 размера. Вот я вывела нить на изнанку и плетем два ряда бисера 15 размера. При этом контролируя расположение самого кристалла в оправе. Два стягивающих ряда сплетены, и мы переходим на лицо. Выводим иглу из бисеринделика первого ряда. Вот отсюда. Сейчас я покажу. Вот здесь у нас центр овала. Вот так. И бисеринка выходит из этого ряда. Мы будем плести внешний вспомогательный ряд. Так же, как и в плетении риули. Здесь мы должны его сплести так, чтобы центральная бусинка располагалась прямо по центру овала. Вот так. У нас две бусинки FirePolish. Мы набираем одну бисеринку делика. Входим в следующую бисеринку делика этого же ряда. Подтягиваем. Проходим через центральную бисеринку. бисеринку. Выводим ее здесь. В первом ряду. Снова набираем бисеринку делика. Входим в эту. Подтягиваем. Уходим в средний ряд. Выводим в первый. Набираем бисеринку. бисеринку делика. Входим в следующую. То есть у нас получаются вот такие выступающие зубчики. Так плетем по кругу. Нить выходит из выступающей бисеринки. В этом внешнем ряду у нас 8 бисерин делики. Нить выходит из этой бисеринки. Далее мы набираем одну бисеринку 15 размера, бусину Fire Polish и снова бисеринку 15. Вот таким образом. И входим в эту выступающую бисеринку. Далее я набираю снова бисеринку 15 размера и бусину Fire Polish. Здесь я чередую синий и сиреневый цвет. Снова входим в эту выступающую бисеринку. Так плетем по кругу и таким образом мы получили вот эти бисерины выступающие по центру нашего кристалла. После того, как сплетем этот круг, пройдемся по нему еще раз, чтобы эти бисерины не болтались. Овал полностью оплетен. Так он выглядит достаточно фактурно и объемно. Я его располагаю по центру и пришиваю прихватывая последние бисеринки. То есть бисеринки из последнего ряда. Вокруг овала будут жемчужины 4 мм. Вот они здесь. Между ними мостики из бисеринок 15-го размера. Здесь их 5 штук. Далее пришивается револи 12 мм. Вокруг него черские бусины. Для того, чтобы как-то оформить вышивку, то есть завершить вышивку, здесь я пришила жемчужинки, черские бусины и вокруг бисер. Над кристаллами цвета Black Diamond я расположила шатоны 6 мм. вокруг них чешские бусинки 2 мм. такого стального цвета. Между центральными элементами жемчужинки 4 мм. Ну и бисером японским бисером черного цвета 11-го размера. Вышито здесь и здесь. На этом о вышивке пожалуй все. Далее я буду вырезать ее, укреплять бумагой и сажать уже на саму основу для ободка. Как это делается можно посмотреть в другом нашем видео мастер-классе. Ссылка будет в описании. Спасибо, что были со мной и до новых встреч в мастер-классах. мастер-классе. Мастер-классе. Субтитры